Артисты театра драмы и комедии Фест представили зрителям свою постановку «Женитьба Бальзаминова». Пока это предпремьерный показ, но вскоре спектакль появится в репертуаре театра. И все желающие смогут узнать, чем же закончатся приключения недотёпы Мишеньки Бальзаминова, пытающегося выгодно жениться. Что плохого в желании выгодно жениться и одним махом решить все свои проблемы? Ничего, отвечает режиссёр, но предупреждает. Такие авантюры добром не заканчиваются. История Миши Бальзаминова, написанная Островским полтора столетия назад, подтверждает его слова. И обожаю. Обожаю. Вот Миша Бальзаминов человек, который надеется на встречу с богатой невестой, скажем там, с богатой женщиной. Но мне кажется, что это происходит в России, в стране, ну, такого, скажем, женского начала. Женский мир, в котором живёт этот герой, да, рождает, ну, в определённом смысле, такого Иванушку-дурачка. Спектакль «Женитьба» Бальзаминова стала заключительной частью трилогии. В ноябре на сцене фест состоялась премьера любовных похождений Бальзаминова. В том спектакле режиссёр объединил первые две пьесы Островского, посвящённые неудачливому жениху. А для финальной части Александр Каневский взял третью, последнюю пьесу. На самом деле, сегодняшняя жизнь ряда молодых людей сводится к тому, что это, по сути, ожидание того, что на него что-нибудь свалится, какое-нибудь счастье. Перед официальной премьерой – генеральный прогон. В зрительный зал артисты пригласили друзей, коллег и журналистов. И предупредили – в любой момент спектакль может быть остановлен, если режиссёр по ходу действия решит внести коррективы. Ну, поскольку репетиция, режиссёр по ходу пьесы может что-то изменить. И всё хочется не так, как планировалось. Впрочем, предпремьерный показ прошёл без остановок. На сцене один за другим появлялись новые персонажи. И практически каждый стремился одурачить Мишеньку Бальзаминова. И только его матушка, доверная служанка Матрёна, сочувствовали ему. Но даже они не смогли помочь бедному жениху устроить своё личное и материальное счастье. Ольга Клинкина, Олег Степанов, информационная программа «День».